Давайте снова перенесемся к теме Украины, которая закрывает водоснабжение в Крыму. С нами на связи Алексей Журавко, народный депутат Верховной Рады Украины, 5-6 созывов. Здравствуйте. Ну вот ваш комментарий к этому решению, Алексей Валерьевич. Ну, я называю очередной идиотизм и дебилизм. Херсон, самое страшное, что они продолжают разрушать человеческие узы, назовем так. Крым и Херсон, это можно сказать братья, а в первую очередь страдает от этого Херсон. Потому что мы знаем, что Херсон это сельскохозяйские угодья, это переработка сельскохозяйственной продукции. О чем мы говорим? Ну и будем говорить так, что они сами разрушают свою систему, которая сегодня работает в Херсонской области. Ну, никому не секрет, что от этого страдает экология, потому что они перенаправляют эту воду и сливают в Черное море обратно. Потом страдает экономика очень сильно. Вместо того, чтобы получать денежные средства, обеспечивать рабочие места, содержать в надлежащем виде свою систему водоснабжения. Ну, у меня просто-напросто слова нет. Просто дебилизм. Одним словом. Хочется еще ваш комментарий услышать по поводу дела Мехти-Лагунова. Это человек, украинец, который был схвачен в Харькове. Его потом обменяли. Он сейчас в России находится. Но ему украинский суд все равно присудил 12 лет. Человеку 82 года, кажется, да? Ну, вы знаете, это и есть двойные стандарты. Это есть то доказательство, что украинская власть не будет выполнять никакие минские соглашения. Это обозначает, что очищать людей, будем говорить, от наказания никто не будет. А все те люди, которые обменены, они будут обратно осуждены. Вот и все. Поэтому линия сегодня государства Украины понятна, как она ведет по отношению к своим гражданам. Поэтому такие судебные решения выносятся. Да еще и кому. 82 года человеку. Ну, вообще, съехали там с рельс любых. А Зеленский... Спасибо, Алексей Владимирович, что были с нами на связи. Это пятая студия. Время наше уже подходит к концу. Спасибо. Еще увидимся сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok